МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ник Хайтфельд родился в маленьком немецком городке на севере Германии, в Мюнхен-Гладбухе. Это памятник в честь главной достопримечательности города – местной футбольной команды. Однако отец Ника никогда не был яростным футбольным фанатом. Он увлекался автогонками, и когда старшему сыну исполнилось всего 4 года, мистер Хайтфельд определил его в команду по мотокроссу. Это было довольно опасно. В 8 лет Ник впервые сел за руль прокатного карта на трассе в Нюрнбургринге. Ему понравилось, и он не захотел возвращаться в мотокросс. Так началась автобиография одного из самых быстрых пилотов Формулы-1. Думаю, это первая фотография, где я управляю каким-либо транспортным средством, без мотора. А вот другая фотография, где я уже на карте. Старый шлем, старая техника. Для малышей вообще было трудно достать хорошие карты в те годы. А это мой первый кубок. Фотография сделана здесь, в Манхейме, когда я выиграл первую гонку. А это парни, с которыми я гонялся. Я в нижнем ряду справа. Рядом мой младший брат Свен, а это Ральф Шумахер. Потом я отправился на международные чемпионаты по картингу. В 13 лет Ник завоевал свой первый чемпионский титул в картинге и продолжил успешную карьеру. Мы здесь здорово проводили время. Вставали рано утром, гораздо раньше, чем в школу. Уделяя отца вместе со Свеном, моим братом. Ехали кататься на картах. Точно так же, как этот мальчишка за моей спиной. Мы обычно катались весь день на пролет. Иногда летом мы останавливались рядом с расой в семейном кемпинге, где было много детей и подростков. У нас была группа из 10 человек, и мы вместе гонялись на картах. Еще гонялись на родительских машинах и на велосипеде. По ночам играли в прятки. Веселое было время. В 16 лет Ник Хайфельд начал карьеру в младших формулах. Сперва в немецкой серии «Формула Форд». Ник тут же привлек к себе внимание менеджеров из других классов. В дебютном сезоне он сходу выиграл 8 из 9 гонок. Переход из картинга в «Формула Форд» на самом деле стал решающим. Скорость и прижимная сила там меньше, чем в картинге. Но это уже большой гоночный болид с коробкой передач. На второй год в составе «Айфлен Тим» Ник одержал победу в международном чемпионате «Формула Форд». Как вы можете видеть, мне удалось добиться некоторых успехов в «Формуле Форд». Эти фото сделаны во время вручения кубков. Это мы на одной из вечеринок, где празднуем победу. Думаю, это год 1994, когда я выиграл первый чемпионат «Формуле Форд». А это та самая машина «Формула Форд». Тогда она выглядела немного странно. А это я еду в «Брэндс Хэдж». Давайте быстро покажу, какой я прошел школу с точки зрения стиля причесок. Так, после всего этого я перебрался в «Формулу 3». Это мой первый сезон в «Третьей Формуле». Снимок сделал на Нюрнбург-ринге. Я сражаюсь с Ярно Трули, который тогда выиграл чемпионат. А я в тот уикенд выиграл обе гонки. Это еще одна фотография с немецкого чемпионата. Трасса Норрис-ринг. Очень хорошо помню эту гонку. Я стартовал из конца пелетона где-то с 26-й позиции, вроде того, из-за технических проблем. Но мне удалось финишировать третьим. Это было по-настоящему здорово. Гонка оказалась очень важной для меня. А это место, наверное, легко узнать. Это Монако. Я выиграл здесь в 97-м, в 98-м, в 99-м, в «Формуле-3» и в «Формуле-3000». А на этой фотографии вы можете видеть меня в Хакингхайме, когда я завоевал победу в финальной гонке и титул чемпиона серии в 97-м. Потом была «Формула-3000», а это мои первые тесты за рулем болида F1 в 97-м за команду «Макларен-Мерседес» в Сильверстоуне. Успех в «Формуле-Форд» стал счастливой путевкой в старшие «Формулы». В 19 лет Хайфель стартует в немецком международном чемпионате «Формула-3», в одной из сильнейших европейских формульных серий. Он выиграл три гонки, в том числе и в Монако, и завоевал по итогам сезона третье место в личном зачете. «Формула-3» и сейчас остается одной из престижных гоночных серий. Если ты добьешься успеха в F3, ты можешь стать профессиональным пилотом, то есть жить за счет гонок. Сможешь зарабатывать деньги, занимаясь любимым делом. Ник был обычным молодым человеком, но со всеми в команде он смог завязать дружеские отношения. Он дружил с абсолютным семен, начиная от тех, кто мыл машины, и заканчивая директором и владельцем команды, не говоря уже о людях, работавших в падыке. Он пришел в команду как друг. У него не было звездной болезни, он был не заносчив, поэтому все ему помогали, старались сделать для него все возможное. Бертрам Шайфер Рейсинг. Он полирует тряпочкой свой гоночный болид. Ник очень приветливый и дружелюбный парень, но у него есть одна проблема. Его самая большая проблема – это приходить вовремя. Перед квалификацией, перед гонкой у команды было все готово, все на месте, все работает. Единственное, чего не хватало – это Ника. Несмотря на привычку опаздывать, Ник показал всем, что он невероятно быстрый гонщик. И уже во второй год выступления в Формуле 3 он сделал то, что все от него ожидали. Уверенно выиграл чемпионский титул в этой серии, одержа в том числе победу в престижной гонке в Монако. Я помню, как он ехал в Монако. Борьба была очень сложная. И за два круга до финиша он вышел в лидеры и выиграл чемпионат. Это едва ли не лучший момент в моей карьере. Когда мы выиграли в 97-м чемпионат, мы устроили грандиозную вечеринку в небольшом городке Эйфеле. Все пришли, было очень круто. На Нюрнбург-Ринге в 97-м финальной гонке сезона, когда я выиграл чемпионат, мой друг смастерил огромный баннер, на котором написал «Quick Nick», «Быстрый Nick». И журналисты тут же подхватили это прозвище. В 98-м он выиграл три гонки и занял второе место в европейской серии «Формула 3000» в составе команды «West Junior Team». Между «Формулой 3» и «Формулой 1» была «Формула 3000». Тогда она была чем-то вроде «Гран-при 2». У меня был гоночный инженер, который работал с Алином Простом, Айртоном Сенней, Нейджелом Мэнселом. И кажется, только там я начал по-настоящему учиться техническим и инженерным вещам. Во время финальной гонки сезона с полупозишен он откатился до последнего места на старте, после того, как его команда была наказана за использование нестандартного топлива. В той гонке он финишировал девятым вне очковой зоны, проиграв чемпионский титул Хуану Пабло Монтое с разницей в 7 очков. Ну а второй сезон в 99-м стал и вовсе безупречным. Титул был выигран легко, почти играючи. Кстати, Нику принадлежит официальный рекорд на Гудвудском фестивале скорости, который он побил в том же 99-м. К нему пришло международное признание, но главное – сбылась давняя мечта. Он, наконец, получил приглашение на тесты болида «Формула-1». Хайфельд стал официальным тест-пилотом «Макларен-Мерседес» и был вполне готов к дебюту в «Формуле-1». Однако, не став дожидаться приглашения занять место боевого пилота, Ник дебютировал в «Формуле-1» в составе команды «Прост». После первых тестов болида «Ф1» в 2000 году я попал в команду «Прост Гран-при». Мы надеялись на многое, но не смогли добиться всего, что от нас ожидали. Мы закончили год, не добрав ни одного очка. Это был непростой сезон, но для меня он все равно очень памятный. Я хорошо помню, как перед первой гонкой, перед Гран-при Австралии в Мельберне, я на минуту остановился и подумал, ведь я сделал это, я попал в «Формуле-1» и буквально засиял от счастья. Однако команда «Прост» откровенно провалилась, и пусть Хайфельд на равных закончил квалификационное сражение с опытнейшим Жаном Ализи, этого практически никто не заметил. Именно поэтому переход в швейцарскую команду «Заубер» стал для Ника своеобразным началом второй карьеры. Это было отличное время, мы смогли добиться определенного успеха в первый же год вместе с Кими. Мы завершили сезон, занимая четвертую строчку в общем зачете командного чемпионата. Команда работала отлично, я смог подняться на подиум уже в третьей гонке в Бразилии, которая проходила в дождь. Эта гонка запомнилась невероятными ощущениями, как и все три года с командой, особенно, конечно же, первый сезон, потому что он был самый успешный. А что касается машины, то мы добились большого прогресса. Третье место на гран-при Бразилии в 2001-м – это его первый подиум в «Формуле-1». Быстрый Ник действительно оказался сильнее многих соперников, в каких бы категориях не выступал. Это съемка 2001-го года. Ник Хайтфельд и его партнер по команде, дебютант королевских гонок Кими Райканен во время уличного шоу в Малайзии. Вот они соревнуются в гонке на картинговой трассе. Первым к финишу приехал Ник. После объявления об уходе в отпуск Микки Хаккинина, многие ожидали, что Хайтфельд заменит его в Макларен, так как он превосходил Райканена по опыту более чем на год и занял подиум на гран-при Бразилии. Однако место досталось именно Райканену, а Хайтфельд остался в заобер на сезоны 2002-2003 года. Они были совсем молодые, и им казалось, что еще все впереди – победы, брызги шампанского, триумфы. Каждый из них надеялся, что его ждет счастливая дорога на вершину королевских гонок. Каждый из них мечтал об одном, а может быть, о двух чемпионских титулах. На второй год моим партнером стал Филиппи. У нас сложились очень дружеские отношения, а на третий год команда продолжала откатываться в конец Пелетона. Но у нас сохранилась приятная атмосфера в команде. Я с удовольствием работал с Хайнсом Херальдом Фрэнсеном. В отличие от Кимии и Филиппи, у него было больше опыта, и мне было чему поучиться. К тому же не было сильного прессинга. Когда мы на равных сражались с Кимией и Филиппи, все смотрели, кто кого объедет. Если ты не окажешься быстрее, ты просто окажешься идиотом. Поэтому надо было бороться. Тогда Ник Хайтфельд считался подающим надежды, восходящей звездой Формулы-1. Он только накачивал мышцы перед тем, как ввязаться в бой за главные трофеи в гоночной карьере. Но уже тогда сколько пота и крови было пролито, чтобы заслужить место в команде Формулы-1. С тех пор у него сложилась репутация гонщика быстрого, стабильного и думающего. Но откровенно говоря, именно с тех пор везение для него и закончилось. А ведь когда он выступал в одной команде с Кимией Райкененом и Филиппи Массой, немец оказывался сильнее во внутрикомандных дуэлях. Но прошли годы. Кимия выиграл титул, Филиппи стал вице-чемпионом. А Ник все еще ждет своей первой победы. В конце сезона 2003-го Хайтфельд ушел из команды Заубер. Была большая вероятность того, что на следующий сезон 2004-го он вообще останется без работы. Однако после нескольких довольно успешных тестов было объявлено о контракте с командой Джордан Гран-при в паре с новичком Джорджо Фонтано. 2004-й стал достаточно важным периодом в моей гоночной карьере. Не самым лучшим, конечно, нам не удалось набрать много очков, но, думаю, я заработал пару баллов Монако. Тем не менее, для меня было важнее показать другим командам, на что я способен, что я быстрее моих партнеров по команде. В Формуле-1 быстрый Ник пока не стал самым быстрым. Он все еще продолжает мечтать о чемпионской короне. Для немецкой прессы Хайтфильд теперь Лейтфильд, а слово Лейтфильд – страдание. Впрочем, в карьере любого гонщика есть взлеты и есть падения. Все течет, все изменяется, как в жизни, так и в спорте. Ник – невероятно талантливый пилот и остается одним из сильнейших гонщиков в мировом автоспорте. Продолжение рассказа о гоночной карьере Ника Хайтфильда смотрите во второй части программы. Субтитры создавал DimaTorzok